Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет! Вот у меня в руках карточка заламинированная. Я ее часто ношу с собой. И на ней написаны слова. Я прочитаю. Первое. Нужна новая квартира, более просторная, комфортная, в лучшем районе. Второе. Мечтаю купить квартиру, чтобы отделить взрослых детей и жить отдельно, а не разменивать свое жилье и не доживать свой век в сарае. Третье. Хочу купить себе собственную квартиру и жить отдельно от родителей, так как хочу я, а не они. Четвертое. Нуждаюсь в собственном жилье. Надоело скитаться по съемным квартирам, перетаскивая свой скарб и переплачивая дяде кучу денег. Пятое. Мечтаю о своем доме с садом в хорошем месте. Шестое. Хочу иметь несколько собственных квартир, чтобы сдавать их в аренду и иметь стабильный растущий доход. Седьмое. Надеюсь, когда-нибудь купить квартиру и домик где-нибудь за границей, чтобы иметь резерв и сменить страну жительства в случае необходимости. Другое. Вот эти вопросы позволяют вскрыть истинные побудительные мотивы человека в действии. Задавая эти вопросы человеку, или давая возможность выбрать из этого списка, и задавая правильные вопросы, если правильно сказать, верно выразиться, можно сделать так, что человек, не замечая, не сопротивляясь, может привести сам себя в такое состояние, что будет готов слушать ваше предложение. По бизнесу, например. Это очень больная тема. Это отдельная тема. Недвижимость, жилье. Угол, крыша над головой. И она очень больная. Для многих людей это просто заноза в сердце. Боль. В наших странах это вечная тема, на которой можно строить все, что угодно. Помочь человеку понять, как он может вырваться из своего кошмара, помогая ему зарабатывать деньги в сетевом бизнесе. Для этого надо на него каким-то образом воздействовать. К сожалению, большинство новичков попадает в такую ситуацию, когда они рассказывают о бизнесе своим друзьям, знакомым, а те только усмехаются или пытаются отделаться от них. Или в лучшем случае просто равнодушны остаются. они не готовы воспринимать эту информацию. Почему? Загадка природы. Ну, я думаю, что сегодня на человека столько сваливается предложение, столько враньякового, столько кидалого обмана и прочего, что человек уже атрофировался, он выработал иммунитет к разному роду предложениям. И когда мы что-то ему говорим, пытаясь предложить, он думает, что это опять из той же оперы. Но если он сам говорит, если он сам решает, то тогда, конечно, это истина. Так всегда было. И вот эти вопросы, побуждающие факторы, они заставляют человека начать думать по-другому и быть, раскрыться и быть готовым к принятию нашего предложения. Механизм прост. Там в тексте внизу в текст написан, но в тексте не выразить всего. Я вам сейчас покажу, как я это делаю. Я вот даю такую карточку человеку и говорю, о, Наташа, привет, как дела? То все, поговорили. Да, кстати, вот мне тут дали карточку недавно. Интересно, мне просто интересно, что ты думаешь по этому поводу? Люди любят тесты всякие разные на свой счет. Больше всего люди любят разговаривать о себе и когда ты побуждаешь их к этому, то они с удовольствием это делают. Человек берет, как правило, всегда так, да, ну давай, посмотрим, и читает. Первое, второе, так, нужна новая квартира, более просторная, комфортная, в лучшем районе. Мечтаю купить квартиру, чтобы отделить, да. Хочу купить там то, все читает. Я его задаю вопрос. У меня есть пять золотых вопросов, которые я научился задавать, я их помню наизусть, и никто никогда меня не застанет врасплох. Я точно знаю, что меня спрашивают. Я просто наловчился. Это очень быстро делается. Я говорю, скажи, пожалуйста, Наталья, что из этого списка для тебя на сегодняшний день является самым важным? Он говорит, ну тут все хорошее. Нет, что самое главное для тебя? Ну, не знаю. Ну, например, хочу иметь несколько собственных квартир, чтобы сдавать их в аренду и иметь стабильный растущий доход. Потому что дети у меня устроены, квартира у меня нормальная, двухкомнатная, говорит человек. А вот сдавать в аренду несколько квартир было бы классно. Я ей задаю вопрос. А скажи, а почему ты, второй вопрос, а почему ты выбрал именно этот пункт? Ну, я же тебе говорю, хочу иметь несколько собственных квартир, чтобы сдавать их в аренду и иметь стабильный растущий доход. Ну, чтобы побольше денег было. А то, что я работаю? Я бухгалтером же работаю. А у бухгалтера сейчас какие доходы? А если бы у меня было там две или три квартиры, я бы их сдавал, я бы, конечно, там поработал, обслуживал, но найти хороших клиентов, чтобы они на долгое время и каждый месяц там 300-400 долларов за хорошую, 500 долларов квартиру, две квартиры, считай там, 800-900 долларов. Уже можно жить. Я ей говорю, а третий вопрос, скажи мне только честно, если можно, а почему ты, вернее так, что ты думаешь, как будет выглядеть твоя жизнь, что произойдет, если тебе никогда не удастся получать этого? Ну, тогда, 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 все останется как есть. Я даже не хочу об этом думать. Я надеюсь, мне было бы здорово иметь там три квартирки, купить бы три квартирки, это всегда резерв, это, ты понимаешь, это всегда деньги, это всегда деньги, это разменная, однокомнатная даже квартира, это всегда разменная монета, это как бы в любой момент достала резерв, во-первых, это резерв, во-вторых, это же реальные деньги. А сейчас что? Я говорю, ну, а как будет выглядеть твоя жизнь, если тебе не удастся этого получить? Ну, тогда я буду сидеть до пенсии, сам понимаешь, что это за пенсия, это значит, что я никогда ничего себе не смогу позволить, это значит, что детям мне никогда ничего не смогут дать, это значит, что я вечно буду об этой работе думать, вечно идти дома эту работу выполнять, это по ночам сидеть, эти балансы сбивать, они меня уже, вот эти балансы. Понятно. А скажи, тебя это волнует? Ну, как же не волнует, это же моя жизнь. мы живем, по сути дела, от зарплаты за зарплату. И она начинает изливать свои нужды, сама, свои проблемы. Она начинает рассказывать что-то про детей, а мою работу входит только лишь подтолкнуть ее, подстимулировать ее. Я говорю, да что ты, да что ты, ну-ка, скажи подробнее, что ты имеешь в виду? Как это? Да ты что? И что? Вот стимулирующие восклицания такие, вот такие междометия побуждают человека и заинтересованность и искренний интерес к тому, что она говорит, заставляют человека рассказывать. Рассказывая, она раскрывается все больше и больше и больше. И уже давно от этих вопросов этот человек за 10 буквально минут сам выкладывает о себе все. И я последний вопрос спрашиваю, а почему тебя это волнует? И вот тут нет места никакому равнодушию. Если человек нормальный, если человек ищет улучшение жизни, если человек переживает свою жизненную ситуацию, то он говорит, да как же, неужели тебе непонятно? Я же тебе рассказал, у меня дети, у меня мама, у меня, и она начинает опять перечислять, и замолкает, и закрывается, и думает о своем. я не лез к ней в душу, я не задавал ее, ну-ка расскажи, как ты живешь, почему у тебя плохо, почему у тебя не получается, почему ты бедная, как у тебя с детьми, как с мамой. На такие вопросы никто не хочет отвечать, если их специально задаваться им. но когда ты просто побуждаешь человека ответить на спросив его, что для него важно сегодня, и что будет, если этого не достичь, то человек сам говорит. И когда он это говорит, он в это верит. Когда он в это верит, он осознает наконец-то, некоторые до такой степени, до такой степени, благодаря этим вопросам, вдруг осмысливают то, в чем они пребывают, для них такое откровение, в какой они задницы, извиняюсь за выражение, плачут, без обид, а ты просто сочувствуешь. Они даже не понимают, что ты их вскрыл по-хорошему, помог им осознать, а то ведь некоторые закрылись, задавили, в себе эту боль, замазали, залакировали, заштукатурили, замакияжили, и не хотят признаваться сами себе в том, что они в глубокой яме. Вот эти вопросы, пять золотых вопросов, вот эти побуждающие факторы, они позволяют скрыть человека. И после этого естественный вопрос, слушай, Наташа, я не знаю, подойдет ли тебе это или нет, но вот я занимаюсь бизнесом, там люди зарабатывают хорошие деньги, и могут в дополнение к своей работе, и могут еще и покупать квартиру. Вот у меня, я знаю, одного человека, он зарабатывает сто тысяч долларов в месяц, год проработал, сто тысяч дорабатывает. А другой вот, совсем не так давно начал, за первый месяц заработал тысячу долларов, дополнительно. Дома, за компьютером, ничего сложного. Может быть, тебе это не подойдет, но я тебе вот ссылку даю, посмотри. Да, 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 спасибо, конечно. То есть на вопрос, а если я тебе покажу путь, следуя по которому ты могла бы, работая дополнительно, получить доход, который позволил бы тебе купить одну, две квартиры, тебе было бы это интересно узнать? Ну пусть кто-нибудь скажет, нет, я хочу оставаться в полном дерьме, не хочу никаких денег, после этих рассказов и обсуждений уже язык не повернется, ни у кого так говорить. Вот, сейчас я только что провел с вами тренинг по мотивам книги Алана Пиза «Ответы в вопросах». Я когда-то освоил это и применяю в своей практике. Таким образом, я делаю из кандидатов, которые не заинтересованы и пренебрежительно смотрят на мое предложение без подготовки, и совершенно по-другому смотрят на мое предложение, когда я провожу предварительную вот такую подготовку с ними. Я их спросу, что из этого списка тебя больше всего интересует, почему, почему ты выбрал это, почему именно это, что произойдет, если тебе не удастся это получить, тебя это волнует, почему, и отвечая на эти вопросы, плюс мои подталкивающие, стимулирующие замечания, вопросы, междометия какие-то, что ты говоришь, да ты что, расскажи подробнее. И все, человек вскрыт в хорошем смысле слова. Он раскрылся, он освободился от лицемерного восприятия окружающей действительности и готов выслужить то, что мы ему предлагаем. Я рекомендую это делать. Будут здесь, на этом сайте, будут тренинги проводиться, здесь будут проводиться обучающие школы, совсем скоро, в прямом эфире, ждите, и вы будете иметь возможность, совсем скоро, я надеюсь, уже ребята работают изо всех сил, в прямом эфире, сидя за компьютером, вы будете видеть меня, если надо позвонить, написать в скайпе, я тут же вам дам ответ. Если вам это интересно, я научу вас многим вещам, которые позволят вам начать быстрее заработать в нашем замечательном бизнесе, в сетевом маркетинге, в индустрии MLM, очень приличные деньги. Я кое-что знаю, я знаю, как зарабатываются 10, 20, 30, 40, 50, 60 тысяч долларов в месяц и больше. Я знаю, я научился, и я знаю, как десятилетиями, десятилетия можно жить в пробу, зарабатывая не более тысячи долларов в месяц. Знаем. У меня есть какой-то опыт, и я готов вам его передать, потому что я точно знаю и верю. Давайте и дастся вам мирую полную, нагнетенной, утрясенной, переполненной, отсыплют в лона ваши. Так написано в Библии, а я в это верю свято. До встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова